ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, как выяснилось, и для ездовых собак подойдет. А вторая фотография от Татьяны Бердышевой. Здесь, что называется, без комментариев. Читайте и улыбайтесь так же широко, как мы. Улицу Максима Горького открыли для трамвайного движения. В срок, как и обещали. И перекрестки некоторые открыли вроде бы как для автомобильного движения. Но вот здесь начинают возникать вопросы. Мы на перекрестке Горького и Пермской. Ограждений нет, значит, перекресток вроде бы как открыт. Но посмотрите на примыкание дороги к рельсам. Разве можно эти самые рельсы пересечь на обычном легковом автомобиле? Да вообще никак. Даже на джипе проблемно получится. Поэтому еще раз повторяем вопрос. Вот конкретный перекресток Пермской и Горького, он открыт для автомобильного транспорта или нет? Этот колодец расположен между домами 69 по улице Николая Островского и 26А по улице Тимирязева. Почему именно здесь, на этом самом месте, мы вспоминаем о том, что совсем немножко остается до начала учебного года. Дело в том, что Тимирязева 26А – это детский центр. И ребятни здесь – во! А колодец, он, конечно, вроде как с заборчиком. Но поскольку он на самом проезде, этот заборчик сносит с пугающей регулярностью. А другого ограждения здесь нет. Повторимся, до начала учебного года совсем-совсем немножко. И сейчас-то ребятишек здесь много. А с начала сентября их будет совсем-совсем много. И за всех за этих ребятишек становится просто страшно. Здесь между домами 69 по Николая Островского и 26А по улице Тимирязева у безнадежно открытого колодца. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного сообщения получит вот этот конвертик. Внутри приглашение на двоих с открытой датой в киноцентр «Киномакс» в ТРК столица. А посему не забывайте телефон нашей информационно-оспроводящей службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Игорь Гиндис и Александр Худяков на этом с вами прощаются. Спасибо. Удачи. Пока.